здравствуйте ребята пишет мне такой вопрос женщина так уж принято во многих рабочих коллективах россии у кого-то день рождения свадьба похороны новорожденные операции сдаем деньги причем от 100 рублей до 500 интересно на день рождения от тебя ожидают еще и нехилый накрытый стол разносолы коньяк виски ничего себе на работе что в итоге половина месячной зарплаты уходит на все эти общественные нужды так ли это в штатах слышала что с днями рождения как-то проще обстоит скинуться на торт или просто подарить открытку с поздравлением давайте начнем с конца это то что помнится больше дни рождения на работе отмечаются на самом деле да наверное гораздо проще чем вы описали вот как у нас было опять же я могу говорить только из моего опыта где я был как у нас было как у меня было раньше на там предыдущих работах как сейчас когда у человека день рождения просто коллектив не весь большой коллектив но опять же зависит от того сколько человек но вот группа которая вот вместе всегда каждый день работает обычно просто все идут на обед куда-то в какой-то ресторанчик где-то вот в ближайшем районе и просто но обед мы поздравляем с днем рождения да все и ну человек который день рождения просто не платит в этот день просто ну за обед то есть ну так это вообще не вообще не как бы ничего но это никого не напрягает то есть все просто скидываются на счет там и все иногда бывает там за счет компании такое тоже бывает мне такое бывало но сейчас вот у меня на работе обычно вот буквально на прошлой неделе просто пошли в ресторанчик но поздравили человека с днем рождения просто нормально пообедали посидели поговорили поболтали ну и все а счет потом оплатили нас вот было пять человек ну четыре из нас просто скинулись все счет оплатили и так вот это происходит день рождения что касается других поборов ну бывает что собирают конечно тоже бывает там но не обычно это не говорят что вот это вот ну вот как же надо это обязательно ну я в своей жизни не встречал здесь допустим таких вот активистов похожих на персонажей из фильма там служебный роман допустим да ну таких именно нет если что-то какие-то поборы случается то это все происходит на довольно таки официальном уровне на уровне отдела кадров обычно обычно кто-то из отдела кадров рассылает нам имейл мол вот туда-сюда значит мы собираем деньги там на благотворительность там в такую-то организацию ну и кто хочет вот значит принято там придите дайте там ну 5 долларов 10 кто-то хочет хоть 20 то есть но обязаловки такой нету ну и все вот это вот все наверно поборы и есть то есть ну в общем то всегда можно отмазаться ну да когда у кого-то что-то там это все в общем то именно не на уровне большой компании там когда допустим у меня родился ребенок то они мне устроили такой значит сюрприз просто а все идем в ресторан но мы просто так иногда тоже на обед ходим в ресторан поэтому отчет я ничего не подозревал хотя я мог конечно там где-то за несколько дней до того как уже уже все должно было произойти мы пошли в ресторан все а потом ну мы усеялись они говорят вот тебе короче конвертик такой там с открыткой значит и ну там была открытка и такая подарочная карта там на детский магазин на 200 долларов ну то есть там по моему было у них человек 10 то есть да каждый по 20 скинулся но это все было в общем-то по желанию то есть не было такого я точно знаю что никто никого не заставлял то есть вот кто хотел тот это сделал ну знаете было приятно конечно да тем более когда в семье рождается ребенок я думаю что это не только в америке а везде расходы конечно большие но тут соответственно ну просто приятно было то есть фактически это подарили деньги но они но это в виде подарочной карты то есть но здесь это называется gift card но это я думаю я думаю что и в снг существуют такие подарочные карты какого-то определенного магазина то есть и туда идешь и на эту сумму набираешь ну каких-то ну что тебе надо короче набираешь и оплачиваешь этой карточкой на которой уже загружены вот эти вот сумма определенная которую тебе подарили ну что вам сказать приятно было да и я по-другому у нас так вот она бывает короче говоря кстати насчет вот кстати насчет рождение детей да я уже перейду на другую тему потому что здесь уже вроде бы все все сказано про побор и и так далее тема рождения ребенка значит как американцы это делают я насколько понял но в россии так принято насколько я понимаю что по каким-то там странным суеверным каким-то вот этим понятием там я не знаю сглазить не сглазить еще там чего-то какая какой-то бред короче то что вроде как пока ребенок не родился ничего нельзя покупать то есть вот как только родился тогда ты бежишь по магазинам и покупаешь все по сумасшедшим ценам там черт знает за сколько все что надо сразу и тебя нет времени там особо выбрать это я так понял если это не так комментарии под каждым видео открыты скажите как на самом деле я так понял это вот и значит здесь этим никто не парится здесь такого нету такой ерунды что там ребенка нельзя никому там даже фотографии в течение там первых 40 дней показывать что там сглазят там еще что-то вообще это такой бред вообще я я вообще не понимаю как можно верить какие-то сглазы блин ну тут эту чушь за заговоры или заговоры и вот как это называется бабкам там кто-то ходит у меня это в голове вообще не укладывается это просто вот просто афигеть как можно так жить то есть в современном мире в 21 веке когда наука ушла настолько далеко люди все равно живут каким-то какими-то первопытными понятиями я не знаю вообще это сложно понимаю что сейчас найдутся обиженные но в общем-то это мой канал и я выражаю мое мнение если вам это не нравится то что вы можете вести себя культурно можете просто написать нам какую-либо какашку мне в комментарии ну и короче что хотите мне вообще пофиг вот и значит как это делается то есть где-то за два еще месяца до рождения ребенка собираются зовутся гости но обычно всегда это только женщины значит зовутся в гости это называется baby shower ну то есть на русский язык это как можно перевести что вроде как обмывание будущего ребенка шаур я не знаю очень baby shower это такой праздник где собираются женщины и просто вот ну поздравляют дарят подарки заранее уже сразу дарят подарки ну там всякое бывать шарики нам напитки туда-сюда алкоголя часто просто не бывает потому что беременной женщине нельзя ну и заранее заодно в общем вроде и никто не пьет хотя это по-моему по-разному где-то бывает где-то нет ну естественно женщины с мозгами не пьет никакого алкоголя во время беременности это понятно ну есть разные люди но вообще я конечно имею ввиду людей с мозгами с головой так вот его значит дарят подарки все и причем к подаркам прилагают еще такие подарочные квитанции на них не указано сколько стоит подарок но если тебе вдруг он там не понравился или там ну может у тебя уже есть такое такая вещь или тебе подарили две одинаковые там вещи всякое бывает то никто на тебя не обижается что ты пойдешь магазин там и сдашь его обратно и все-таки получишь обратно деньги которые выплачены за за эту вещь или просто обменяющие на что-то другое что тебе нужно это вообще считается нормально то есть этим никто не парится поэтому вот это русская пословица дареному коню в зубы не смотрят она здесь в америке как-то ну не работает скажем так она конечно работает частично но вот допустим вот когда такие вещи происходят мы часто вот если дарим кому-то где-то какие-то подарки мы всегда даем специально вот такую вот gift receipt это называется то есть подарочная квитанция в которой не указана просто цена но если ты возвращаешь этот товар то конечно ты узнаешь сколько она стоила сколько стоил этот товар это понятно ну это как бы ничего страшного я говорю никто об этом не парится и поэтому дома не собираются каких-то ненужных вещей то есть если ты точно считаешь что тебе что-то подарили а тебе это точно не нужно ты этим точно не будешь пользоваться то ты идешь и сдаешь когда тебе прилагают чек в большинстве случаев тебе вот такой вот прилагают чек и ты можешь пойти вернуть и так как основная часть больших сетевых магазинов но они же крупные то есть там сеть поэтому ты не обязательно тебе надо идти именно в тот магазин где ты купил ты идешь в любой магазин этой сети допустим здесь вот есть магазин детских игрушек и всяких принадлежностей называется toys or us toys or us его называют просто быстро ну бегло так вот этот магазин находится во всех районах во всех городах поэтому ты просто идешь и не понравившуюся либо ненужную вещь ты просто сдаешь обратно получаешь кредит либо наличные либо меняешь чего-то вот так это здесь происходит и в общем то в целом мне нравится так как это происходит потому что действительно дома не собираются каких-то совершенно ненужных вещей которые ну кто тебе подарил он посчитал что тебе это нужно а ты знаешь что тебе это не нужно поэтому вот это вот вполне так логично и в общем то вполне по-человечески и никто не тебя не будет обижаться если ты его подарок там сдашь в магазин то есть с этим проблем нет вот такие две темы первая была по теме то что мне написали ну а второе я просто тоже давно у меня мысль была в голове рассказать вот об этой разнице и ну почему бы нет ну все пора заканчивать не будем делать сильно длинных видео так что до свидания и до новых встреч господа до новых встреч